У меня есть такой вопрос. Мы утром, когда читаем утренний проход, мы говорим такие вещи, что сначала «Лаосок бидиврейтара», потом «Гамаламетаролемой страэль», а после этого «Носэнга тара». Но, опять же, по моей логике, сначала человеку дают что-то, потом учат, а потом заставляют заниматься этим. Ну, как бы не заставляют, но заниматься этими. Здесь же порядок обратный. То есть сначала учить, потом, вернее, сначала заниматься. Нет, у меня какая-то просьба. Давайте я сейчас немножко завещу, как-то упорядочу, потом, если у меня получится упорядочить, или вы просто останутся, или не останутся. Да, 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 не, я делаю. Мы говорим утром, не исключительно зрение, что вообще закон Торы, это заключение Ромбана, какая-то Тора. Кстати говоря, благословение на Тору, очень-очень важное. Сказано, что то, что не благословение на Торы, и дело про него плохо, но причина разрушения первого храма. И более того, я думаю, что для всех нас совершенно важное исправление из отчета Омерок Швот, это говорить Берката Тора с должным намерением, понимая, что мы говорим. Давайте просто это вещь немножко. Тут есть у нас два подхода среди благословения Торы, что включает в себя Берката Тора. Есть точка зрения, что тут есть три брахи. Три. Первая Ширкичану, Миссу Исава, Сивану, Ласобуде Врейтура, одна формировка, другая Альди Врейтура. Это Альди Врейтура, говорят наши батя Сефарны, брат, батя Хабадники. А Ласобуде Врейтура, говорят Ашкеназиев, думаю, что многие хасили тоже. Ласобуде Врейтура, это первая браха. Поэтому по этому подходу, по этому подходу, первая браха, это обычная формировка, почти обычная, что касается заповедей, когда мы говорим браку на заповедей. А Ширкичану, Миссу Исава, который осветил нас своими заповедями и позволил нас заниматься том, как на «Нехтфилин» или на «Нехтфилин», дальше вторая браха, это «Вааревна». Это не просто браха, это обращение к Всевышнему с просьбой сделать слова его Торы желанными в наших устах. Что мы любили учиться. Это особо, за этим мы не столкнулись нигде, нигде, чтобы мы просили Всевышнего, чтобы накладываем филинш, чтобы нам тоже нам желанно. Или другие заповеди. Только в Торе. Потому что говорят, что Тора нам желанна, только тогда мы можем цельно исполнить заповеди. Необходимо это решение Торы, чтобы Тора было желанным. То есть, поэтому это отдельная браха, это особая браха. Мы достоинства того, чтобы Всевышний нас обучал Торе. Мы просим, чтобы наши слова Торы были желанными у нас. И мы кричаем, чтобы был Катаашем. И мы просим, чтобы нам были желанными. И чтобы мы, наши дети, и весь народ Израиль, мы достоинства Тору. И мы просим, чтобы мы просим, чтобы мы просим, что Тора был желанным, и таком, чтобы мы все подошли. Мы говорим это в конце такая-то Тора, и источник этого, там приводится в Гмаре Высокоспроход две версии, как бы назвать Татуру, и говорится, что и то, и другое, они очень хороши, одна это первая, то, что говорим до Ашер Бахарбану, а вторая это Ашер Бахарбану, и так как говорится, что и то, и другое, хорошо, сказали наши мудрецы, что говорите то, и другое. Об этом пишут наши мудрецы, что последняя браха Ашер Бахарбану, это особая браха, мы говорим Всевышнего, за дарование Тора на горе Синай. То есть мы говорим это, когда нас вызывают к Торе, мы говорим это как последняя браха, Синай Брахот на Тору, смысл его это называется Беркат Швах, это слава Слове Всевышнего, что нас избрал и даровал нам Тора. Это порядок Берката Тора, по точки зрения Раши, когда есть три брахи, мы опасаемся, что есть только две брахи, поэтому первую браху обычно говорят тихо, и кончают ее, чтобы люди не говорили о мен, так это вопрос надо ли. У нас есть реально сегодня другой подход, что есть только две брахи, одна Ашер Кичану и Смотаву и Симану, а потом продолжение Варевну, это просто продолжение. И смысл очень простой, мы действительно благословляем Всевышнего, за то, что нас освятил, зато нам заниматься Торой, но для того, чтобы это сделано хорошо, мы просим Всевышнего, чтобы он сделал его слова на Торе приятными нам, и просим его, чтобы он действительно удостоил нас быть следующим Тором. Это как запись, которая требует участия Всевышнего. То есть, если мы запись, филин, это Всевышний дал это в наши руки, а в достоинство Торы требуется, чтобы Всевышний нас обучал Торе. Это первая браха по второму подходу, а вторая это Ашер Бахарбану, то же самое. Это в двух словах, я бы сделал какой-то порядок, как построена Беркада Тора. А теперь есть вопросы? Нет. Прекрасно. Это просто разные аспекты получаются этого. Да. Да. Я просто на всякий случай открыл Бейт-Исраэль. Что? Говорят, что Бейт-Исраэль – это женщины, Бейт-Исраэль – это мужчины, а Бейт-Исраэль – это все вместе. Да. И здесь стоит как раз Бейт-Исраэль. Можно покажите, что Мейт-Исраэль? Все. Абх-Бейт-Исраэль. Я вам скажу такую вещь. Есть точка зрения, даже что и женщины обязаны говорить эту браху, и так принято в народе Израэля, хотя вроде бы они освобождены в отношении Атолы. Потому что на них лежит обязанность изучать законы, в которых они обязаны. Поэтому это касается всего Дома Израиля. Спасибо. 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 Спасибо.